Все те же грязные морды и двор, похожий на помойку. Свиньи спокойно занимаются привычными делами. Камера их нисколько не смущает. Животные уже словно участники реалити-шоу к ним привыкли. Сюда не раз наведывались журналисты. Историю о свинарнике выносили на суд общественности. Но пока никаких изменений. Изменений никаких. Абсолютно никаких изменений. Еще хуже стало. Свиньи ходят, гуляют по лесу, по улице Родниковой, по улице Дорожная. Людям никакого спокойствия нет. Потому что дети идут в школу, боятся. Они гуляют просто-напросто по улице. Семь лет назад господин Жураев, что живет в этом доме, начал разводить свиней. Животным он дал полную свободу. Они спокойно ходят по улицам. И размножаются в геометрической прогрессии. В общем, настоящий город свиней. Я, меня и ты, меня, ты мрад на свиньи. Мы читали нам друзья целый час барбиньи. Смрад тут круглый год. Да и поросят соседи боятся. Поэтому сначала они пытались поговорить с фермером. Потом стали жаловаться в прокуратуру, Россельхознадзор. Рассказывали об этом в СМИ. Дело дошло до суда. Тот вынес решение свинарник выдворить. Вот только для Жураева, кажется, человеческий закон не писан. И никаких постановлений он выполнять не собирается. Может, я бросать люблю? Кому какое дело? Кто-то детей выращивает. Хотя катал катает. Кто-то скотину выращивает. Кому какое дело? Что мне надо вообще? Жураев мало того, что не покидает старый участок, так еще, по словам сотрудников местного центра работы с населением, получил в аренду новую землю. Это территория Жураева Ивана. Вот здесь он строит свой дом. Мы, конечно, были в таком шоке, когда узнали, что администрация выделила ему земельный участок. Думали, что здесь он свинство свое разводить не будет. Но, как видите, все продолжается. Там захламленная территория и здесь. Со временем она превратится в такие же катакомбы, как и там. Из рассказа Жураева, больше похожего на бред сумасшедшего, стало ясно. Судебные приставы приходят к нему регулярно, чтобы выселить. Фермер посылает их в Освояси, а потом спокойно платит штраф. Около полутора тысяч рублей за неисполнение решения суда. Этот круговорот свинства в природе продолжается уже больше года. И когда закончится, неясно. Лариса Михеева, Наталья Токмагашева, Дмитрий Шилов. Новости моего города.